Музыка Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости международной группы компании Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня вашему вниманию предлагаем очередной репортаж из экотехнопарка Skyway. И вашим гидом сегодня будет сам генеральный конструктор проекта Анатолий Эдуардович Низкий. Добрый день, Анатолий Эдуардович. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, на каком событии мы сегодня с вами, на каком мероприятии находимся? Ну, на радостном. Мы ставим на колеса Unibike. Это испытание, это не демонстрация. При этом мы испытываем не только Unibike, но и путевую структуру, эстакаду рельсострунную. При этом мне часто задавали и задают вопросы. А что будет, если порвется струна? А что будет, если бетон разрушится внутри рельса? А ведь нам нужно проходить экспертизу, сертификацию. Естественно, эксперты задают такие же вопросы. Поэтому мы делаем испытание поэтапно. И сейчас мы стоим у путевой структуры, в которой нет струн. Струном является в данном случае рельс, он натянут. И внутри рельса нет бетона. То есть это тот случай, когда, ну, неважно по каким причинам, землетрясение, террористы или что-то еще произошло. Нет струна, нет бетона. А видите, дорога работает. Мы стоим в середине пролета, и видно, что Unibike висит, и деформации очень небольшие. Потом, когда мы отработаем вот этот вариант, а для этого нужно и статику, и динамику, разгон, торможение, тормозной путь, колебания, ветровые нагрузки. Сейчас довольно сильный ветер и холодно. Я думаю, это всем заметно. Но он стоит, видите, достаточно четко. Когда мы это отработаем, вот тогда мы натянем струны, тогда мы уберем провисы путевой структуры. Более того, мы сделаем противовыгиб. И когда транспортное средство поедет, неважно, Unibike, и Unibike, то он этот противовыгиб задавит и будет ехать по дивану на ровном пути. Мы это покажем. При этом тоже пройдем кокрес испытаний уже со струной. То же самое. Статика, динамика, разгон, торможение, тормозной путь, сцепление колеса с рельсом. Ну, полноценное испытание. При этом сейчас бетона нет, а труба, пол, это резонатор длиной 800 метров. То есть, естественно, небольшой шум есть. Но, конечно, он не такой сильный, как на железнодороге. Это слышно. Я думаю, вы могли все слышать это. Да, это небольшой шум. А потом уже мы на третьем этапе испытаний закачаем бетон. Это уже будет весной следующего года. Закачаем бетон и уже сравним со всеми предыдущими вариантами испытаний уже полноценные испытания. И тогда же это уже будет как раз последняя стадия сертификации. И поэтому к экофестивалю мы уже покажем действующую полноценную дорогу с отработанными режимами движения, с полноценно работающим транспортным средством, не только юнибайком, но юнибусом. При этом уже будет стоять вот фирменная струнная эстакада длиной 950 метров. И уже будет, вот там сзади у нас идет стройка грузовой трассы, мы ее тоже покажем. И вот этот комплекс мы хотим продемонстрировать. А сейчас, еще раз повторяю, мы не демонстрируем, мы делаем испытания. Спасибо большое. В одном из прошлых репортажей вы говорили о том, что вы как раз, в общем-то, и упоминали, что испытания начнутся с, скажем так, с симуляции каких-то аварий, неисправностей и так далее. И в том числе вы говорили о том, что будет испытываться помимо структуры там без бетона, без струн, также и неработающий мотор-колеса. Один, два, три и четыре. Будет ли здесь проводиться такие же испытания? Вы в прошлый раз рассказывали о юнибусе. Сейчас мы говорим о юнибайке. Безусловно. То есть мы должны отключать отдельные системы и тестировать работу. Ну, допустим, вышло из строя одно мотор-колесо, он должен ехать на трех. Вышло два мотор-колесо из строя, он должен ехать на двух. Вышло три из строя, он должен ехать на одном. Поэтому мы это тоже будем тестировать, будем электронику тестировать, механизмы все. Здесь, если открыть капот, то там удивитесь, сколько механизмов. Это вот как капот автомобиля открыт, или электромобиль, а там все забиты механизмы. То же самое и здесь. Это сложнейшая машина. По сложности она тоже электромобиль или самолет. Спасибо большое. Но мы уже выяснили, что даже, скажем так, с путевой структурой, без струны внутри, но она сама натянута, принатяжена, как струна, и без бетона Unibike она выдерживает, не деформируется сверх... Нет, она не деформируется, но это в допустимых пределах. Сверхдопустимых пределах. Я вот хочу как раз об этом сказать. Вообще эта трасса, когда мы уже натянем струны, закачаем бетон, будет рассчитана на скорость движения до 150 км в час. Вот я и хотел спросить, с какой скоростью он может двигаться сейчас. Я понял, и Unibike. Но поскольку струны еще нет, и она еще не полноценная трасса, то скорость движения здесь, она будет комфортная. И мы уже у нас там испытатели сидеть внутри. Он говорит о том, что очень комфортное движение. То есть мы можем даже по дороге, где нет струны и бетона, ехать со скоростью 60-70 км в час. И движение будет комфортным. Это в два, в два с половиной раза выше скорость, чем на канатной дороге. То есть вот эта дорога, она уже будет в таком виде вводиться в эксплуатацию, она будет лучше и эффективнее канатной дороги. В два раза? Это по скорости. А по качению колеса, колесо здесь катится по рельсу, цилиндрическое колесо по плоскому рельсу. Поэтому сопротивление качения колеса у нас меньше, чем на канатной дороге в 5-6-7 раз. Поэтому энергетика здесь лучше будет, чем на канатной дороге. Канатная дорога, там же малый диаметр каната. И колесо тор опирается на вот этот канат малого диаметра. При этом идет износ реборт от роз на канат. И канат тоже быстро стирается. Через каждые 80 лет его нужно менять. А у нас можно эксплуатировать вот в таком виде трассе 100 лет. Спасибо большое, Анатолий Эдуардович. Думаю, технические вопросы все вы прояснили. Хотелось бы еще узнать о ваших ближайших планах по продвижению проекта. Насколько я знаю, ожидаются какие-то не на празднования, опять же, для всех скажу, а на то, чтобы быть, скажем так, свидетелями тестирования для, наверное, заключения каких-то или контрактов, или, по крайней мере, обсуждения условий сотрудничества в ближайшее время, а также в ближайшие же дни вы, по-моему, должны участвовать в работе выставки в Москве, где даже ожидается присутствие премьер-министра России Дмитрия Медведева. Так ли это? Да, 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 это так. Естественно, мы пригласили на тестирование ряд наших партнеров, потенциальных заказчиков, чтобы показать, как идет работа над системой. Причем эта же система у нас, она комплексная. Это комплекс, потому что есть подвижной состав, есть эстакады, есть инфраструктура, есть автоматизированная система управления. И как мы ведем эти работы плановые для того, чтобы весной сертифицировать и уже поставить заказчикам. И мы ведем переговоры по заключению ряда адресных проектов, контрактов по ряду адресных проектов. Это вот сейчас у нас филиппинцы, это Австралия, это Индия, это Канада и другие страны. Спасибо большое. Пожелаю вам в первую очередь и всем нам успеха на пути к достижению нашей благородной цели. В завершение нашего репортажа хотелось бы, как всегда, по старой доброй традиции, пожелать всем подписываться на наш канал YouTube, следить за обновлением новостей на официальном сайте международной группы компаний SkyWay по адресу rsv.defeasystems.com. Поддерживайте наш проект и тогда успех неизбежен. Строй SkyWay! Спасай планету!